Уже больше года у вас не было срывов, динамика просто замечательная. Ой! Помогите, полиция! Убью! Твоими руками убью! Тварь! Поверьте, она не виновата. Она ни в чем не виновата. Да давай вместе вести это дело. Она же акула, кого хошь сожрет. Да ни акула она никакая. Понимаете, у меня память, она какими-то кусками. Вы все вспомните. Ну, то есть она может кого-то убить и просто забыть об этом? Кто ты еще был? Кто? КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» Тихо! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 А что мне за это будет? Не знаю. Тут надо подумать. Ура! Ура! Если он делает мне предложение, тогда ты переписываешь свою долю на меня. Да. А если я проиграю, зачем тебе магазин? А, продаж. Сдашь в аренду. Он тебе зачем? Лариске просто лень работать. Она ищет способ избавиться от ответственности. В тебе-то она вон как уверена. А, в этом смысле? Ну, папа же нам его на двоих оставил. Ну, да. Хорошо. Это даже будет забавно. Кого будем дрессировать? Объект подберет независимая сторона в моем лице. Очень уж независимая. Договорились? Нет, не договорились. Славик, иди-ка сюда. Я прошу вас, Вячеслав, зафиксировать пари на видео. Наталья Викторовна, я могу? Можете, Славик. Итак, пари. Если мужчина, которого найдет мне Игорь, сделает мне предложение через месяц, то ты переписываешь свою долю магазина на меня. А если проигрываю я, то ты переписываешь свою долю на меня. По рукам? По рукам. Ну, все, пока, моя хорошая. До завтра, сестренка. Ну что, я молодец. Дима, не мешай. Хорошо получилось. Все отлично. Ждем месяц. Ты становишься хозяйкой магазина и передаешь все управление мне. А ты справишься? Мы все-таки спросим у Анатожки совета, а? Она все-таки хорошо в этом разбирается. Подберем тебе, не знаю, классную коллекцию. Глупости не говори. Вкус твоей сестры мне очень хорошо известный. Одежда должна быть практичной, удобной. Тоска, а не одежда. Никакого полета мыслей, фантазий. Станет магазин нашим. Я всем докажу, как они ошибались. Всем. Ну что, едем? Что встанем-то? Есть. Есть. Так. Так. Класс. Класс. Вот он. Нелегкая. Доброе утречко. Доброе. Сегодня же вроде выходной. Я на работу во второй полдня собиралась. А мы не по работе, вы по личному делу. А, тогда кофе. Пошли. Это касается вашего с Лариской спора. Я нашел прекрасного кандидата, уверен, тебе понравится. Главное, чтобы я ему понравилась. Остальное не важно. Ты не помнишь, где у меня чашки? Нет. Откуда я знаю? Вот и я не помню. Сейчас. Спасибо. О, кошмар какой. Ну-ка, грузь отсюда. Жизнь. Смотри, какие наглые. Они даже не уходят. Кошмар. Развели. Запах все время. Да я понимаю. На то выносимо. Машуля. Привет. Мы погуляли. Молодцы. Слышите, он так уже команду голос выполняет вообще. Знакомьтесь, это моя сестра. Очень приятно, Маша. Да. Очень приятно. А чему можно еще его научить, кстати? Маша, давай не сегодня. У меня сегодня новый объект для дрессировки. А, хорошо. Ладно. Ну все, мы пошли тогда. Пока. Пока. Пойдем. Ну, далеко нам идти? А, мы уже пришли. Это шутка такая? Нет, это не шутка. Вау! Это для дрессировки? Это для ресторана. Для дрессировки кудри приберем. Самый верный способ заставить мужчину сделать себе предложение, это забеременеть. Еще можно закончить кулинарные курсы и школу секса. Но потом все равно забеременеть. Мне кажется, у авторов этих статей какая-то паранойя. Не знаю. Вроде нормальный совет. Нормальный? Вот именно поэтому в нашей стране так много одиноких женщин. Поехали во двор. Чтобы собака выполняла команду ко мне, ее надо максимально чем-нибудь заинтересовать. Привлечь ее внимание. Пробуем? Давай. Отпускай. Серьезно? Варяк, беги. Туда. Беги. Гулять. Пищевое подкрепление, дела? Да. Ну, теперь зови. Ко мне. Ко мне. Варяк, ко мне. Ко мне. Ко мне. Молодец. Обязательно хвали. 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 Больше хвали. Молодец. Молодец. Давай еще раз пробуем. Отправляй его. Варяк, гулять. 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 Угу. Ну, а теперь зови. Ко мне. Ко мне. Иди сюда. Ко мне. Скорее. Отлично. Молодец. Кусаешься ты зачем, а? Отлично. А теперь давай попробуем посложнее, да? Отправила гулять? Да. Ну, а теперь пойдем со мной к подъезду. Точно. Ну, точно. Оттуда будем вызвать. Пойдем. Пойдем. Бегом, бегом, бегом. Пошли. Ну, зови. Варяк. Варяк, ко мне. Ко мне. Слушай, не получилось. Да уж. Не получилось. Может, его как-нибудь подтащить? Нет. Подтащить точно не получится. Команду ко мне собака должна выполнять добровольно. Без принуждений. Команду ко мне. Слушаю. Алло. Игорь. Да. Привези мне, пожалуйста, машину мою. Сейчас. В смысле, сейчас. Я немного занят. Может быть. Привези мне мою машину. Хорошо. А куда мы поедем? Мы никуда не поедем. Привези и поставь в дворе. Хорошо. Молодой человек, вы не поможете мне? Молодой человек, будьте любезны. Молодой человек. Молодой человек. Вам помочь. Нет, спасибо. Ну, у вас машина не заводится. Спасибо. У меня все заводится. Я могу помочь. Я же сказала, мне не нужна помощь. Спасибо. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Угу. Спасибо. Ну, ешьте. Так. Ну, и чего вам нужно от моих котов? Вы же их не любите. Хотите привлечь мое внимание? А вы всегда такой самоуверенный? Я ошибся. Нет, не ошиблюсь. Я хотела перед вами извиниться. Ну, что ж. Извиняйтесь. Вы знаете, здесь атмосфера не располагает. Пойдемте в ресторан. Пойдемте. Хорошо. Наталья Викторовна, для вас как обычно? Да. Сырники со сметаной и вареньем. Если можно. И чай. Спасибо. А для вас? Да, то же самое. Благодарю за заказ. Спасибо. Я не успела позавтракать. Наталья. Николай. Очень приятно. Взаимно. Так вот, Николай. Я бы хотела перед вами извиниться. Извините за то, что я на вас накричала в тот день. Ну, я обычно этого не делаю. Просто накануне был сложный день. Я не выспалась. И проснулась совершенно в дурном расположении духа. Да. Спасибо. Они здесь добавляют индонезийскому ваниль. Что вы говорите? Так вот, еще и собака потом усыралась. За него переживала. Продолжайте. Николай, а что происходит? Артур. Дыши. Давай врачам. Человеку плохо. У него, очевидно, анафилактический шок. Артур, помогите. Какой шок? Анафилактический. Мужчина, что с вами? Врача вызову. Сейчас вызову. Держись. Ну, что-то, можно чем-то ему помочь. Ну, Тоня, ну, помогите. Ну, ты все видите. Ну, кто-нибудь. Так, сколько лет ему? 45. Вы меня видите? Артур вас зовут, да? Артур. Как вас зовут? Лена. Вы мужа? Нет, невеста. Невеста. Очень хорошо. Так, принесите полотенце и аптечку. Смотрите на меня, Энн. Так, спокойно, Елена. Извините, так надо. Пойдемте отсюда. Поговорим в более спокойной обстановке. Послушайте, а поцеловали-то вы ее зачем? Хотел вызвать прилив адреналина. Он нейтрализует шок и уменьшает отек. Адреналин работает, конечно, хуже, чем преднозолон. Но нужно было выиграть время. Секундочку. Это вы сами придумали или вы врач? В интернете прочитал. Правда, там прилив адреналина вызывался, естественно, причинением боли пациенту. Но втыкать вилку в парня я не решился. Я подумал, что такой же взрыв гормональный можно вызвать приступом ревности. Тем более парень вроде горячий. Я попробовал. По-моему, получилось. Угу. Вы по-прежнему хотите со мной поговорить? Ну, вообще, да, я хотела бы. Ну, раз так не очень хорошо получилось с рестораном, то предлагаю продолжить у меня. Я приглашаю вас в гости. Ведите. Прошу. Вот, заходите, присаживайтесь. Ага. Здесь я, собственно, и живу. Да. Чаю. Хотите? Да. У вас очень мило. Да. Мебель, ковры, вся обстановка. Горячая вода, отопление. Угу. Чего только людей на помойку не выбросят. Да нет, вы сидите, сидите. А тут все в порядке. Я же все это отчистил, отмыл, покрасил заново. Все хорошо. Посмотреть можно? Конечно. Вот библиотека моя. Ух ты. Хериот. Из-за вспоминаний сельского ветеринара. Вы не поверите, это моя любимая книжка в детстве была. Что вы эти? Да. Кто только у меня не жил дома, я всех тащила. И хомяки, и мышки, и голубь даже жил на балконе. И собаки. Всех лечила, всех спасала. Здорово. А это? Это паровозик. Детский. Люблю порукодельничать в свободное время. Свободного времени того дворника, как оказалось, полно. Можно? Да, конечно. Так о чем вы поговорить хотели? А, да. О вашей работе хотела поговорить. Хотела вам предложить начать новую жизнь. Просто у меня есть магазин, и я хотела предложить вам, там, поработать, например. Кем? Ну, охранником или потом. Спасибо, конечно. Ну, знаете, я, я доволен своей жизнью. У меня есть работа любимая на свежем воздухе. Опять же, жилье. Потом я приношу пользу людям. Очень важно осознавать, что ты полезен обществу. Ну, и опять же, увлечения. Все, о чем можно было только мечтать. Вот так вот. Неужели же вы мечтали о работе дворника? Ну, если я работаю дворником, наверное, мечтал. Это же логично. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Седов, давай-ка помещение-то освобождай. Понимаешь, ну, не могу я тебя в подвале держать. Не могу. Техническое помещение, жить здесь нельзя. Правильно? Наверное. Ну, если нельзя, так дайте ему другое жилье. Дворникам же положено. Так положено-то оно, положено. Да где его взять? Ну, в общем, собирай манатки. Я тут опечатываю. Так что проверки у меня. Так, извиняюсь. Так я наливаю чай? Куда же вы? Да ничего страшного. Сейчас уже тепло. В парке, в палатке. Спальник есть. Пенка тоже. Ну, зачем же в парке? Просто у меня есть квартира, а в квартире есть комната, и вы могли бы... Я, конечно, дико извиняюсь. Неужели такие проблемы с мужиками? А? Это у вас проблемы. Вон, с мужиками. Я хочу вот такой вот, как на манекене. только моего размера. У меня сорок шестой. Да, конечно. Славик, принеси, пожалуйста, вот такое вот платьице, ну, сорок шестого размера. Сорок шестого? Да. Славик, и сорок восьмую захвати, на всякий случай. Они тут вот маломерят, понимаете? И пятьдесят вторую, чтобы два раза не ходить. Тут, знаете... Что же за день-то сегодня такой, а? Наталья Викторовна, что-то случилось? Нет, все прекрасно. Идите. Наталья Викторовна, а как поживает наш дворник? Чудно поживает. Только он не дворник. Он подметал, у него язык как помело. Что, дурак, что ли? Это я дура. Лар, давай мы сменим объект, да? Я готова на кого угодно, на самые сложные варианты. Политики, бизнесвены, известные артисты, иностранцы, кто хочешь, только... Вот ты хитренькая, так нечестно. Нет. Да, спор есть спор. Либо ты дрессируешь данный экземпляр, либо признаешь, что проиграла пари. Нет, я от пари не отказываюсь. Просто есть некоторые породы собак, которые сложно поддаются дрессировке. Есть такой, например, аляскинский маламут. Большой, красивый пес, но абсолютно своенравный и упрямый. Чтобы заставить его выполнить команду ко мне, я не знаю, что надо сделать. Вы оставили у меня на столе. Я подумал, вдруг это важно, а решил занести. Адрес на визитке прочитал. Чай вы хотите? Давайте чаю. Проходите. Спасибо. Смотри, смотри. А говорит, дрессура не идет. Он меня команду к ноге выучил, и аппорт. Чисто куклачевных, Наталья Викторовна. Такой куклачев же вроде по кошкам. Какая разница? Вот это вот помещение, и долги за него, это все, что нам с сестрой оставил наш отец. А я за два года наладила все связи, вот, с поставщиками, с дизайнерами, и сейчас будем активно расширяться. У нас продажи увеличились в шесть раз. К нам звезды одеваться ходят. Круто. Вы просто так гордо об этом говорите. Ну, да. Я просто работала здесь 24 часа в сутки, и это же хорошо, когда знаменитые люди приходят, и ты работаешь, и... В общем, этот магазин, это... Это вся моя жизнь. Да бросьте. А неужели этот магазин... Нет, магазин бесспорно хорош. Вот этот магазин по продаже шмоток разве он может стоить всей вашей жизни? Ну да. Да, вы правы. Я трачу время зря. Конечно, я же не сплю в палатке и не мету улицу. Еще не собираю паровозики из всякой дряни на дедом помойке. Обиделись. Извините. Николай! Подождите, я не это хотела сказать! Николай! Боряк, ты что там ешь, а? Ну-ка, покажи! Брось, гадость. Брось! Ну что ты... Ну что ты делаешь? Хватит! Хватит! Да перестань уже, а собаку испортишь! Да он какую-то гадость в кустах подобрал! Привет, дружище! Для этих целей существует команда фу или нельзя. Если бы он еще слушался, ну так он у тебя вообще скоро перестанет слушаться. Даже команду ко мне перестать не понимать. Ну я тебе сколько раз говорила, чтобы собака выполняла команду. Ей не надо, чтобы она получала положительные эмоции от тебя. Ну похвали ее за это. Или дай чего-нибудь вкусненького. А ты ее по морде вообще глупости всяких наговорила. Дура. Нет, я не... Да я не про тебя. Это я про себя. А. С Николаем поругалась, что ли? Да ладно, не волнуйся. Он тоже переживает. А я не переживаю. На площадку завтра пойдем заниматься с ним? Да. Сейчас. Пойдем. Алло. Андрюша, да. Я. Собачку завтра примишь позаниматься? Возьми. Кто? Да лабрадон. Необычный дурной. В 10 утра ты можешь? Да! Варяк! Вылези! В 10 утра, Андрюш. Спасибо. Что ж такое? Варяк! Папа! 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 Здравствуй! Папа! Как дела? Хорошо. Молодец. Держи, это тебе. Спасибо, папа! Сказал папе спасибо. Иди в машину. Дядя Эдуард тебя ждет. Я не хочу с дядей, я хочу с папой. Отпусти ребенка. Ладно, иди. Федя, иди в машину, мама сейчас придет. Ну и зачем ты пришел? Мы договорились на определенные дни. Два раза в месяц. Ты понимаешь, что своими внезапными визитами ты нервируешь ребенка? Он забудет, как я выгляжу. Я хочу чаще видеться с сыном. В следующий раз... В следующий раз ты потратил на сегодня. Так не надо делать лишь, что ты заботишься о Федоре. Ты пытаешься внушить Эдуарду чувство отцовства, а ему плевать на чужого ребенка. Он делает то, что ему надо. Вы же живете в моей квартире, так? Да. Потому что не хочу травмировать Федю переездом. А еще, чтобы Эдику было ближе ездить на работу. Ой, все. С тобой невозможно разговаривать. Лабрики вообще универсальные собаки. Фас неплохо работает. Но с вашим варягом придется поработать. Слишком уж ласковый парень. Ничего, мы его натаскаем. Машка у нас девушка симпатичная. Варяг должен уметь ее защитить. Слушайте, а может быть не будем его дразнить? А вдруг он станет злым? Не, не станет. Андрюша, а ты чего сегодня вечером делаешь? Отдайся, помогите кто-нибудь! Помогите! Дай суду! Николай, помогите! 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 Он мне руку сломал, молчи. Ну-ка, иди сюда. У вас не перелом, всего лишь вывих. Расслабьтесь. Больно. А вы? Оставьте меня в покое. И не надо мне каждый день доказывать, что вы сумасшедший. Я это и так понял. 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 По-моему, вы меня прислезаете. А мне кажется, что вы меня. Скажи, а что вы с Ларисой будете делать с моим магазином, если я вдруг проиграю сбор? Мне кажется, об этом нужно было раньше думать, сейчас это что? Раньше я думала, что я выиграю. А сейчас настроилась проиграть. Был бы магазин, а что с ним делать мы придумаем. Да, придумают они. Может быть, лавочка по продаже тряпочек этого не стоит, но я слишком много потратила силы и времени на нее. Я вам ее не отдам просто так. Поехали. Как скажешь, босс. В общем, Славик, этот дворник, не похож он на дворника. Молочка? Ну, пусть будет молочка. В случае, я не понимаю, кто он. Наталья Викторовна, в 21 веке любой человек зарегистрирован в социальной сети. Даже дворник. И что? У нее фамилия есть? Есть. Сейчас, подожди. Седов? Седов. А имя? Николай Седов. Николай Седов. Да вот же он. Славик, ты гений. А вы меня за соцсети премию лишили. Слушай, ну будет тебе премия, ну будет. Ну, открой мне, как можно, ну, посмотреть. А премия... Славик, я же сказала, будет. Давай. Супер. Вот фотографии. Отлично. Подожди, так у него жена, дети, ребенок. Нет, они в разводе. Да он еще и врач. Врач. Обалдеть. Ну вот. Подождите. Николай Валентинович Седов. 75-го года рождения. Образование высшее медицинское. Окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Хирург высшей категории. Да, здорово. Этот волшебник теперь подметает улицы. Славик, а ты мне можешь все вот это вот, ну, распечатать? Версия о том, что мост муха выжится в специалисте категорической отрога. Исследование установило, что отборы отборются в реальном состоянии. Мы вынуждены прерваться для экстренного сообщения. По городу объявлено штурмовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 20 метров с обедом. Ожидаются дневные дожди и грозы. Во многих районах города уже идет дождь. МЧС просит водителей быть внимательными и не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями. Горожанам рекомендовано ограничить пребывание на улице сегодня после 8 вечера. Николай! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да? Ну, как вы себя чувствуете? Нормально. Вещичка, кстати, практически моего размера. Да, я папе покупала, ему не пригодилась. Да, у меня ваша палатка теперь есть. Могу ходить на балкон поход. Где у вас аптечка? Аптечка? Аптечка. Есть аптечка? А в кухне в верхнем ящике? Я сейчас приду. Аптечка. Аптечка. Градусник под мышку. Срочно. Срочно. Это выпить? Залпом. Пейте, пейте. 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 Бейте. С builders. Тихо. Ничего-ничего? Вы думаете, я сумасшедшая, да? Нет, я думаю, какая у вас сейчас температура? Ну-ка. А где у нас галстик? Вот так? 38. В общем-то, укутаетесь ли? Я так плохо выгляжу. Вы... забавно выглядите. Отдыхайте. Забавно? Ты же упёртая, Марин. Ты ж пока здесь всё по винтикам не разберёшь, не успокоишься. Опять новый труп. Где начнёшь копать? Я начну копать под водой. Афродита? Из пены морской. А так, говорит, Нептуна. Марина! Спасай, я в ловушке. Что у нас тут? Проникновение? Угроза убийства? Очередной фиаско в любви. Устоишь? Удержишь? СПАК, СПАКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Да. Вот, еще один фронт работ наветился. Извините. Я рад. Всем привет. 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 Бориса Викторовна, хотите печенье? Нет, я не буду. Это мамина домашняя. Я на диете. Целых пять минут. Что? Обалдеть! Очень вкусно. И калорийно. Да ладно вам. Слушайте, у меня возникает ощущение, что все женщины помешаны на своих диетах. Но должен быть хороший аппетит и аппетитная фигура. Вот. Ценник повесь, диетолог. Спасибо, Слав. Да ладно. Все. Хозяйка, я закончил. Как вы, быстро? Долго ли умеюча. Я надеюсь, у вас больше ничего не оторвалось за это время? Не оторвалось. Прекрасно. К сожалению. Вы знаете, я наметил свои планы на день, а также придумал, как облагодарить вас за ночлег и завтрак. Как? Хотите ночью вас готовить? Только надо за продуктами в магазин съездить. Сейчас. Сейчас. Алло. Игорь, ты мне срочно нужен? Мы едем, я еду в магазин за продуктами. А зачем нам, Игорь? Я могу сам. У меня права с собой, если что. Игорь, концепция меняется. Ты нам не нужен. Ты мне не нужен. Просто пригони машину. Я понял. На работе не ждите. Хорошо. Что случилось? Твоя сестра взяла выходной. И что? Никогда же не брала. Может, устал человек? Сказала, пригнать машину и выматывать. Он же водить не умеет. Значит, кто-то ее повезет? Кто, зачем, куда? Слушай, Игорь, откуда я знаю, кто, куда ее повезет? Зря мы с тобой все это затеяли. В смысле зря? Ну, потому что Наташке хорошо. Ну, пусть человек... Ты в своем уме? Так, я сейчас поеду и все узнаю. Подожди, куда ты поедешь? Романтический вечер. У нас вроде как юбилей. Пять лет со дня нашего первого свидания. Бориса, какой к черту юбилей? Моя карьера на кону и наше будущее. Осторожно, здесь ямка. Это не ямка, это ремонт, который никогда не прекращается. Спасибо. О, я дарю. Полный бак. Ну, вообще, довольно странный набор продуктов. Мясо я еще могу понять. Мука-то тебе зачем? Мука-то мне зачем? Для теста. Пироги печь будем, что ли? Ну, просто я думала, что все одинокие мужчины питаются исключительно пельменями. Ну? Мука, тесто, пельмени. Предлагаешь мне лепить пельмени? Ну, почему тебе? Весы будем лепить. Вот мои бабка с дедом, например, за один раз лепили тысячу штук. Сколько? Тысячу штук. Сколько они в день сидели? Ну, нет. Трое суток где-то. Ну, я столько не выдержу. Я шучу, конечно. Прошу. Спасибо. А я вот лично готовить любил. После дежурства у меня это было раньше как отдых. После чего дежурства? Ну, да. Я когда-то врачом работал. Всегда думал, что это правильный выбор. А почему? Почему я дворник? Ну, да. Сам виноват. Мы с женой, со Светланой повздорили. В общем, мы разводились. Но я нервничал. Пытался, конечно, что-то вернуть. Найти какие-то пути. Слова какие-то нужные. Но не подобрал, видать, нужных слов. Ничего у меня не получилось. А потом привезли в травму одного пациента, очень тяжелого после аварии. Всем миром мы спасали, всем отделением. Как могли. Но не вытянули. Умер он. А я почему-то так нервничался, и у меня не было силы уже разговаривать с его родственниками. Я уехал домой, не поговорив с ними. Но они, соответственно, очень быстро решили, что виновный найден. Угу. Да. Крайнего нашли. И тебя, соответственно, уволили. Ты знаешь, нет, врачебные ошибки не нашли. Ну, я сам ушел. Уже просто не смог работать дальше. А жена? Ну, а жена что? Жена получила от меня с сыном квартиру. Они там благополучно живут. И вышла замуж за свою статусную мечту. Ну, в общем, для нее это был удобный повод. Так почему же все-таки профессия дворника? Ну, во-первых, у тебя есть рюмка? Да. Давай. Во-первых, это красиво. Вот так, смотри. Раз. Во-вторых, ну а что дворник? На свежем воздухе. Людям пользу приносишь. На тебя здорово получается. Дворником-то? Что ты? Да нет, я про пельмень. Она сейчас точно с ним. Сто процентов. Ну и пусть. В смысле пусть? А если он такой идиот, что она запудрит ему мозги? А он в ответ ей руку и сердце? Ну почему я сразу идиот? А может, он влюбился в нее? А ж ты вообще ничего не понимаешь? На кону мой магазин. Мой магазин. Знаешь что? Это не твой магазин и даже не мой. Это Наташкин магазин. Ага. Вот это недоразумение я пытаюсь исправить. Вместо того, чтобы умничать, лучше бы придумала, как им помешать. Слушай, а может быть ты поднимешься, в дверь позвонишь, ну я не знаю, там под предлогом что-то спросить. Нет, нет, все это слишком. Поехали домой. Поехали домой. Лариса, Лариса, ну подожди. Лариса. Лариса. Игорь, что ты там делаешь? Пельмени, конечно, блюдо не замысловатое, но в старину его действительно подавали. При свечах. Правда? Конечно. Электричества не было. Единственное, что я знаю о пельменях, да то, что их подают обычно с водкой. Согласен. Но если назвать их, например, равиоли, то к ним прекрасно подойдет сухое красное вино. Спасибо. У меня давно такого не было. Привыкай. К чему? К переменю. Сколько мы их наготовили. У тебя же целый арсенал, теперь на горд хватит. С голоду точно не помрешь. Да я не об этом. Обо мне никто так никогда не заботился. Обычно мне приходилось заботиться о сестре, о папе. О магазине, в конце концов. А вот магазин, это действительно то, о чем ты мечтала? Честно. Я ненавижу все эти тряпки, скакать вокруг клиентов, разговаривать с сумасшедшими дизайнерами. Все эти отчеты, налоги, проверки. Понимаю. Именно поэтому я тогда и сорвалась на тебя. Хорошо. Шмотки ты не любишь, дизайнеров. Бухгалтерию, проверки, это понятно. Кулинария, по всей видимости, тоже. А что тогда? Собак. Собак? Да, я очень люблю собак. И у нас, мне кажется, с ними это очень даже взаимно. Я бы с удовольствием променяла все эти гламурные каблуки на джинсы, кроссовки и дрессировала бы собак. И прям пошла бы кинологам. Да, пошла бы. Ну, поздно уже, я думаю, профессию менять. Пока человек жив, никогда ничего не поздно. Это я тебе как бывший врач говорю. У твоей сестры выключен телефон. Ларис. Ларис, ну может ты все-таки поднимешься? Нет. Ну неужели ты не понимаешь, как это важно? Ты издеваешься? Я вообще-то твой муж и стараюсь ради нас обоих. Угу. Ты знаешь что? Муж. Тогда поехали домой, докажи, что ты муж. Подвинься. Ну что ты стоишь? Давай! Давай, давай, садись. Зануда. Ага. Ага. А что я свяжу? Глупостой! Говори ты. Нет, давай лучше ты, у меня не важно. Зачем я тебя? Чего ты хочешь? Я хочу, чтоб ты остался. Не знал. Не знал. Как ты у меня? Не знал. Как ты? У меня не знал. Ага. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Как спалось? Доброе. Хорошо. А что там у тебя было? Мне показалось, это было кольцо. Да, ты знаешь, я не привык морочить. Девушка у меня в голове. Да, это было кольцо. Ну что мне теперь делать? А предложить мне тебе пока нечего. Почему? Ну, я пока никто. Дворник. Без жилья. Сейчас без работы. Я хочу, чтобы ты видела рядом с собой успешного человека. Так. У меня уйдет на это какое-то время. И я исправлю ситуацию. Тебе не придется статиться меня. Я найду другую работу. Ну зачем же тебе другая? Ты хороший врач. У тебя это блестяще получалось. Откуда ты знаешь, как у меня это получалось? Ну, вот кофе я, пожалуй, выпить не успею. Наташа, иди позавтракай. Слушай, у меня сегодня очень важное мероприятие. Так. Один модный показ. Мне непременно там надо быть. Ты же оставишь мне компанию, правда? А думаешь, это нужно? Ну, во-первых, мне будет приятно. Во-вторых, костюм я тебе уже подготовила. Он в спальне. Семь. Вот адрес. Ну, съешь, будьте мрот. В машине. Ключи на тумбочке. А ладно, не надо. Наташа! Доброе утро всем. Доброе утро, Наталья Викторовна. Вы потрясающе выглядите. Вы просто светитесь. Да вас просто не узнать. Потому что сегодня потрясающий день. Здравствуй, сестренка. Привет. Случилось что-то особенное? Сегодня же модный показ, вы все об этом знаете. И туда я иду не одна. С Николаем? Да. У вас что, все получилось? Он сделает вам предложение? Я думаю, что да. Пошли, Боля. Пойдем. Пойдем, моя шаблока. Иди, стой, стой. Тише. Здравствуйте. 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 Тихо, тихо. Пойдем. 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 Да ты сам не понимаешь, во что ввязываешься. Наталья совершенно другой человек. Ты пришел меня предостеречь, рассказать, какая она плохая. Спасибо. Сам разберусь. Вовсе нет. Наталья замечательная, удивительная женщина. Чистолюбивая и целеустремленная. Готовая на все ради своего бизнеса. Да что это плохого-то? Ну, собственно, ничего. Другое дело, как далеко готов человек зайти. Так вот, Наталья готова зайти. Очень далеко. Если мужчина делает мне предложение, то ты переписываешь свою долю в магазине на меня. А если я проигрываю, то ты переписываешь свою долю на меня. Разбивай. По рукам? По рукам. По рукам. Пошел вон. По рукам. По рукам. Девчонка, тебе очень идет это молодец. Спасибо. Дорогая, ты тоже прекрасна. Ну что, вечер удался? У меня пока нет. Ладно, подождем. Ого. Привет. Здравствуй. Я очень рада, что ты пришел. Я очень рада, что ты пришел. И очень идет костюм. Что-нибудь выпить? Да, чего тянуть? Да. Чего тянуть? С удовольствием. Красное, белое. Как скажешь. Тогда красное. За любовь? Разрешите? Минуточку внимания. Чтобы потом не было вопросов. Я надеюсь, всем слышно. Наталья. Я? Прошу тебя стать моей женой. Я надеюсь, этого достаточно для того, чтобы она выиграла этот ваш спор. Да, самое главное. Теперь все в порядке. Эта женщина действительно может добиться предложения от любого мужчины. Но ты меня пробила. Ты потрясающая дрессировщица. Я тебя поздравляю. Браво! Аплодисменты! Аплодисменты! Товарищи! Ну что же вы! КОНЕЦ! Спайлодисменты! И я цепляю. Аплодисменты! Все. Что? Почему я не могу сделать? И я жаля деньги из своих машин! Я жаля деньги из катастрофы! У нас есть по- чтобы ихali. И я еще раздевременно. И мы-то еще раздеваем. У нас есть пара. Анжи-то это очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день! Я признаю, я проиграла пари. За ночь я подготовила документы. Здесь присутствует нотариус. И он официально заверит передачу прав в собственности на магазин моей сестре. Ларисе. Прошу. Я тебя поздравляю. Это теперь твой магазин. Ты, Валя, надела с ним все, что хочешь. До свидания. Прошу. Наталья Викторовна, ну зачем? Это же ваш магазин. Я потеряла гораздо больше, чем магазин. Ну ты помнишь, где эта палатка стояла? Да не помню я. Темно было. Может быть в этой стороне? Там? Варяк, стой! Да не было. Там вроде кусты какие-то были. Может там? Нет? И этих тоже не было. Я не помню. Ну это кусты, но они не такие были. Может мы вообще не в ту сторону идем? Может там, сзади осталось? Нет? Знаешь что? Я думаю, зачем мне его искать, а? Не надо. Ну что я ему скажу? Что? Что ты ему скажешь? Что любишь его? Если он влюблен, то простит. Не простит. Не простит и не поймет. Мне надо было сразу ему про этот спор рассказать. Сразу. А я что-то не успела или потом испугалась. Не знаю. А потом он как-то сам все выяснил. Не выяснил он. Игорь твой рассказал. Подлец. Игорь? Ну да. Мы его с варягом видели, когда гулять выходили. У него у гололиста столкнулся. Ну теперь это уже не имеет никакого значения. Спасибо. Я вот подумал, может быть я... Поторопился. Ну что, правильно подумал? Махать метлой может каждый. А вот людей лечить не каждый. Обратно в травму возьмете? Конечно. Васьм. Таких специалистов, как ты, единицы. Не взрывать же. Такой талант землю. Себя не прощу. Ну так я... В отдел кадров изъявление писать. А я тебя и не увольнял. В отпуске ты. За свой счет. По семейным обстоятельствам. Понял? Понял. Спасибо. Ну что? С возвращением. Спасибо. Добрый день. Людмила, там Люда, чекольная. А Люда, чекольная вообще. Так красиво. Вот это такое. Федор? А что ты здесь делаешь? Где мама? Мама дома, она хочет уехать с этим новым папой. А меня здесь оставят с бабушкой. Я так не хочу. Сбери меня. Я хочу с тобой жить. А как ты меня нашел? Когда мы с мамой сюда ходили, я запомнил дорогу. Надо же. Так мама, наверное, сейчас с ума сходит. Ищет тебя. Пойдем домой к маме. Я не хочу домой. Я хочу к тебе. Хорошо. Давай пойдем домой. А там разберемся. Хорошо? Хайди. Здорово, Эд. Давно не виделись. Привет, Коля. Что случилось? Вот обратно привел. Поговорить бы надо. Обратно откуда? Ты его где нашел? Как где? В больнице у себя. А вы что, не заметили, как он ушел? О, Господи. Только что тут же был. Ты в порядке, Федя? Все нормально у тебя? Так, я что-то не пойму, взрослые. У вас ребенок выходит из дома. Вы даже не в курсе? Ему все пять лет. Вы что творите? Мы собираемся. Ты видишь, что здесь вокруг происходит? Мне все это нужно сложить. Мы уезжаем за границу. За границу? Да. Интересно, куда? В Канаду, Коль. А, а меня повестить не судьба, да? А что с Федором? Что с Федором? Я говорил, меня к бабушке отдадут. А я не хочу. Я хочу с тобой. Малыш, я только за, чтобы ты жил с папой. Правда. Но твоему папе негде жить сейчас. Понимаешь? Так, официально, эта квартира моя. Поэтому вы езжайте в свою Канаду, а мы с Федором останемся здесь. Спасибо, папка. Ты самый лучший. Ура! Ловко ты. Нормальный. Нормальный вариант. Свет, все, успокойся. Он отец, успокойся. Он родной отец. Все, если так всех устраивает, так и поступим. Все, у нас время уходит. Давай собираться. Пойдем мороженое есть. Вить. Дай мне куртку. Мы сейчас придем. Девушка, извините, что это вообще такое? Это наша новая коллекция. Абсолютно свежий взгляд на современную моду. Можно носить как отдельно, так и вместе с другой одеждой нашей коллекции. И как это носить? Давайте руку. Ага. Вот так. Так, сумочку я подержу. Здесь мы подхватим, застегиваем. И, по-моему, прекрасно. Можно еще дальше проявлять фантазию. А это что? Это карман. Вот. Вы серьезно? Абсолютно. Это же полная безвкусица. Что? Да это у вас совершенно нету вкуса. И вы ничего не понимаете в моде. Это же мысли в чистом виде. Да, конечно. Вы должны стать автором модельера. Вы понимаете нас? Знаете что? Мне одежда нужна, чтобы ее носить, а не чтобы самовыражаться и мыслей рождать, которых нет. Да вы... Это товар для особенных людей. С безупречным вкусом. Пассионарных, прогрессивных. Кто всего вот этого не понимает, попал сюда по ошибке. Это место не для обывателей. Знаете что? Мое эстетическое восприятие мира не соответствует данной пассионарности и высоте концептуального полета вашей чистой мысли. Я, пожалуй, пойду работать в магазин для, как вы выразились, обывателей. А вы продавайте сами. Удачи. Да пусть идет. Она же нам совершенно не подходит. Она же ничего не понимает. Не видит, какие произведения искусства здесь. А я вижу пустой магазин. Ты мне всех покупателей распугал. Ты не знаешь, чем я аренду буду платить, а? Выручки ноль! Это все временно, вот увидишь. Я уже вижу, спасибо. Покупателей нет, продавцов нет и денег у нас тоже нет. Лар, я все исправлю. Хватит! Знаешь, я дура была, что тебе поверила. Ты, ты просто бездарность. Ты только все портишь и разрушаешь. Ты, ты живешь какими-то иллюзиями, понимаешь? Да, пожалуйста, идите. Давайте, разбегайтесь. Без вас справлюсь. А мне вот правда нравится то, что вы делаете. Да? Нравится? Только ты задом наперед надел. Да? Да. Я поправлю. Игорь! Игорь! Прости меня, пожалуйста. Игорь! Прости меня, пожалуйста. Я была не права. Просто, просто столько всего. Ну, валилась ты. Ты не бездарность. Что? Лариса Викторовна, это не то, о чем вы подумали. Да, это совершенно не то. Пошла вон отсюда. Пошла вон отсюда! Лар, ты все неправильно поняла, Лар. Не мешайте ему творить, да? Полет фантазии у него. Полет задней мысли у тебя! Лар, да ты все неправильно поняла. Ничего не было. Да, конечно, неправильно поняла. Нормальные мужики с продавщицами, в примерочных не целуются. Знаешь, какая же я дура была. Ты ведь из-за магазина на меня женился, да? Скотина. Ты меня с сестрой поссорил. Ты меня, ты меня в этот спор втянул. Знаешь что? Хватит. Я подаю на развод, и ты больше здесь не директор. Лариса, Лара! Я не знаю, что мне делать. Поможешь? Ай, если ты про магазин, то я не сержусь. А если про его измены, то ты слишком удоверяла. Слушай, все, нет, с меня хватит, я подаю на развод. С магазином я тебе помогу. Но отвечать будешь за все только ты сама. Нет, Наташа, я не справлюсь. Ну, я ничего не умею. Ты совсем справишься. Потому что ты моя любимая сестричка. Слушай, может ты вернешься? Нет. У меня есть планы положнее. И еще вот это. Что это? Это то, что тебе всегда нравилось. Серьезно? Да. Папа, можно мне такую домой? Сынок, у тебя же мама есть. А другую хорошую тетю я еще не встретил. Да я про собачку. А тетям нравится? Ты про собаку. Собака хорошая. И тетя тоже ничего. А почему ты про тетя спросил? Нам бы женщина в доме не помешала. Ох, и хозяйственная-то у меня. Женщину берем, значит, да? Собаку тоже. Кого еще берем? Кошку и попугая. Кошку и попугая. Прекрасный выбор. А ну, значит, женщину, собаку, кошку и попугая. Может, женщину тогда не надо? Нет, надо. Кто же за ним будет ухаживать, за этими питомцами? Не мы же? Нет, как же не мы же? Мы же. Если научным языком, то положительное подкрепление — это событие, совпадающее с каким-либо действием. А то, что дается после действия, это награда. И для любой тренировочной ситуации их должно быть несколько. Несколько? Я даже об этом не знала. Да. Их можно заменять, переключать. И даже нужно. Интересно. Слушайте, а было бы здорово узнать об этом побольше. С удовольствием. Давайте завтра встретимся. Вечером. Чачиков в семь. Поговорим, погуляем. Давайте. А варяга с собой возьмем? Знакомьтесь, Наталья. Мир. Ну что, начнем занятия? Мне нравится учиться у Андрея. Слушай, знаешь, меня Андрей на свидание пригласил. Ух ты. Обещала мне открыть секреты дрессировки. А, ну ты как выучишься? Его будешь дрессировать или варяга? Пока варяга, а так посмотрим. Нет, давай уж лучше на людях не экспериментируй. Плохо заканчивается. Слушай, а тебе не жалко, что ты из магазина ушла? Нет. Я сейчас занимаюсь тем, чем мечтала заниматься. Всегда. Столько времени зря потеряла. И никогда не поздно начать все сначала. Ну, домой идем? Нет, мы сначала в магазин. У нас закончился корм. Пока. Пока. Женщина, 37 лет. Перелом правой руки, сотрясение мозга. Здесь? Нет, здесь дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А что значит пересаливать? Объясни мне, пересаливать. Что такое пересаливать? Потом расскажу. Нет, ты мне сейчас расскажи. Нет, потом расскажу. Ну, смотри, тетя Наташа. Здравствуйте. А мы вам печенье принесли. Спасибо. Это мои любимые. Мои тоже. У тебя же вроде сегодня выходной. Да, пришли тебя навестить. Ой, собачка. А можно я ее тоже угощу? Ну, как рука? Хорошо уже. Почти не болит. Ты действительно уникальный доктор. Ну, ничего. Снимем ты лишь вы. Выпишем тебя. До свадьбы заживет. Коля должна извиниться перед тобой. И мне надо было сразу признаться про этот дурацкий спор. Хотя, с другой стороны, если бы не он, я бы с тобой не познакомилась. Это твое я должна тебе вернуть. Это лучшее, что мне дарили в жизни. И извини меня. Наташа, я хочу сделать тебе предложение. Будь моей женой. Серьезно? Да. Тогда оно твое. Пап, это тоже оказалось его любимой печенькой. Все начинается с запрещенной музыки. Сборище вечеринки, наркотики. Расклиния малолетних. Подсудимые обвинения вам понятны? Обвинения мне понятны, гражданин судья. Но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем и расстрелять невиновного. Вот ты выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю. Свою точку зрения я не навязываю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...